В машине что установлено? Просто приложение в телефоне или есть какие-то таксометры из канала? Нет, в машине ни таксометров, вообще ничего не стоит, машина не обклеена, это как лично твой автомобиль, выглядит снаружи и внутри, как просто лично твой автомобиль. У тебя телефон, в котором два приложения, приложение как, у них сразу введены, то есть у тебя туда забиты свои данные, клиент, когда приезжают, все видно, там рейтинг, то есть это все, все это видно и сразу же, когда заказ приходит, его принимаешь, видишь подачу, потом, когда начинаешь поездку, сразу же открываются карты, неважно, каким ты пользуешься, они автоматически открываются, ведут, все через приложение, нужен просто телефон. Хорошо, налоговая, польская, как, ну, это все законно, да? Сейчас это все вот, сейчас протесты большие для таксистов против Uber и вот это и второе приложение, так как, ну, люди, которые там работают, они больше заказов забирают, ну, то есть, ну, большой очень спрос на Uber идет. И сейчас немножко налоговая за это взялась, но сейчас это все устаканилось, потому что партнер, вот у которого, ну, вот, какая-то компания такси, которая, ну, то есть, под которую ты именно становишься, там, их очень много, потому что они просто высылают лицензию именно свою и говорят то, что у нас водители работают, вот лицензия, ну, у каждого всех водителей, все. Как только это высылают, тебе просто дают предупреждение о том, ну, то, что, ну, минимально, ну, за тебя же, за что-то же остановили, то есть, тебя долго держали. И обычно милиция останавливает, она это не проверяет. Ну, полиция. Полиция, она не проверяет это, потому что у них нету такого, то, что они стоят и ловят кого-то, они просто ездят, то есть, они ездят по городу, смотрят за движением. Когда тебя полиция останавливает, она просто проверяет документы, нету того, что какую-то лицензию, она видит, что ты такси, это неважно. То есть, ну, это... Это налоговая, это ИТД называется в Польше, то есть, транспортная инспекция переводится. Ну, они, бывало, встречался ты с ними? Да, несколько раз уже остановили. И как? Ну, что они проверяют? Они просто проверяют, где ваша лицензия, я им показываю фотографию в телефоне, мне отправляет мой партнер. Я ему показываю фотографию, все, то есть, никаких вопросов нет. Они отправляют, ты дальше идешь работать. Главное, просто не нарушать... То есть, шашки на плафонах не считают, там, ну, не спрашивают, где твой бейджик. Бейджик и что-то еще, то есть, этого нету такого. Просто ты должен знать, они, как бы, проверяют автомобиль, проверяют все. Ну, контрольных закупок такого нету, что пассажир садится там, едет, а потом достает удостоверение, говорит. Ну, он может достать, он может достать и что-нибудь предстоит. Ну, то есть, опять же, показал лицензию и... И все, да, никаким... Офигенно. Так, еще такой вопрос хотел задать. Конфронтация с таксистами, как она, в чем заключается? Таксисты сейчас большие протесты за то, что мы забираем больше клиентов. Ну, понятно, оно везде сейчас, везде, где приходят агрегаторы, они завоевывают рынки, потому что они более доступны, они более дешевые. И, ну, людям проще позвонить в программу, которая сразу назначает цену. Я не знаю, что эта цена там... Да, им можно позвонить, у нас как? У нас звонков вообще нет, у нас чисто приложение. Приложение, как в Яндексе. Ты открываешь просто приложение, и у тебя сразу же показывают цену, по которой ты видишь. Да, как и здесь, наверное, есть то же самое для первоначальных клиентов. Какие-то скидки, какие-то акции, то есть это все есть. Ну, таксисты, да, таксисты блокируют иногда. То есть, как бы, были такие ситуации, то, что ребята, которые работают, знакомые, аэропорт Шопен, он находится на окраине Варшавы, то есть не приезжают, поставили, привезли клиента, поставили автомобиль, и пустили там как-то перекусили, кофе попили, что-то посидели, поговорили, выходят на платных парковках, машины то яйцами закиданы, то еще чем-то облиты. То есть, ну, как бы, это все дело рук таксистов. Это все, конечно, на камеру запишли, ну, то есть, был такой случай, то, что парень из Беларуси ехал, его заблокировал на мосту. Таксист, как бы, начал орать, говорить про нацию, то, что, то, то, начал там плеваться в него. То есть, таксиста под суд, и неизвестный ли год или два могут дать условного. То есть, как бы... В Польше преступления против личности, они... Не, особенно, когда ты затрагиваешь... Национальный вопрос. Национальный вопрос в Польше, это все серьезно с этим. Сразу же, то есть, никто... До трех не считает. Нет, никто сразу же, то есть... То есть, такого нету, как подъехал там, допустим, хер какой-то, ну, извиняюсь за выражение, такой, говорит, Я, там, если он уже начал какой-то конфликт открыть, то понятно, что он понесет за это ответственность, да? Да, 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 да. И каждый, каждый работу свою делает, ну, неважно, дешевле она и дороже, каждый делает свою работу, как он ее умеет, делать сколько она может. Но, и еще такой вопрос. Машин арендных много? Очень много. Потом... Люди просто покупают сами. Много людей, которые приезжают в Беларуси, с Украины, и просто вкладывают в это деньги. Они покупают какой-нибудь автомобиль, там, 2005-2006 года. Обычно это очень, очень, как бы, известный автомобиль Шкоды Фаби. Потому что они, во-первых, экономные, на них легко поставить газ. И все, они вот ездят, и, как бы, человек просто покупает, там, ее, там, ну, то есть, цена, понятно, вопроса, там, не сильно-то и разница. Он, там, за 2-3 месяца аренды автомобиля отбивается, который он купил. Ну, грубо говоря, смотря за какую цену ты его купишь. И дальше автомобиль работает в плюс. То есть, нету такого, то, что какая-то компания закупает. Есть компании, но это компании, которые закупают новые автомобили, берут этот лизинг, и за условия аренды оплачивают лизинг за месяц. Все, то есть, это что? Ну, и, напоследок, такой вопрос уже напрашивается он, как бы, сам собой. Гражданин Белоруссии, вот, ну, вдруг решил поехать в Варшаву и начать работать. Ну, вот, открыл визу и поехал. Может он? Конечно. То есть, да, наши права, да, брата. А язык, если не знаешь? Ну, как бы, это все можно научиться. То есть, это не по-правлению. Если есть желание, я говорю, если есть желание, всегда чему-то можно научиться. Ну, то бишь, реально поехать, и там уже через какой-нибудь Google-переводчик там... Да, если ты хочешь работать, ты и выучишь язык, и с людьми будешь общаться, и ты будешь видеть то, что, ну... Это все можно, если ты хочешь, через желание, и все это будет. Я понял. Спасибо за рассказ. Очень интересно. Так, подожди, я открою. Окна тут, блин, потому что... Терба. Да, видишь, а у нас это все выглядит совсем по-другому. Так, да, пошел. Вот, пошел. Выглядит все это. Яндекс сегодня, надбавок нету. Яндекс, блин, завез два заказа по 4,5 рубля на счете всего лишь. Спасибо. Всего лишь дали мне... Ну, и в последнее время, если я, допустим, где-то не активен какое-то время в Яндекс, он меня, ну, выбрасывает из приложения. Так. Вот, два заказа завез по 4,5 рубля. 6,24 рубля на счет. Но комиссии сняли ни хера себе, бонусов нет. То пока интересно этого ввозить Максима. Максим снимает, если на автоназначение, вот у меня автоназначение выключено, это автоматически приходит заказы. Вот они снимут с меня 12% с этого заказа. Это, грубо говоря, 38 копеек плюс еще 7. 45 копеек. Минус... Возим за ручь, возим за доллар, оплатим 20 долларов аренды. Это, грубо говоря, 140 долларов в неделю. Вот так. Все, фигурно. Полистик, твоя работа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok